Продолжаем выпуск. Праздник, который все любят и ждут. Зеленая красавица наряжена, подарки куплены, утренники в садах и школах прошли. И только хозяйки думают, какими же кулинарными изысками порадовать семью и гостей. О том, что должно быть на столе в год белой металлической крысы, расскажет моя коллега Алена Хан. Перед Новым годом каждая хозяйка задается этим вопросом. Что же будет главным блюдом праздничного стола? Запеченные гусь, отбивные из свинины или куриные рулетики с сыром и грибами. Вам, наши дорогие зрители, муки выбора не страшны. Сегодня вместе с шеф-поваром Маргаритой Светличной мы расскажем вам рецепт горячего блюда. В 2020 году мясо птицы должно быть на каждом столе. И поэтому мы для вас подготовили рецепт магры из утиной грудки, вишневом соусе и апельсинами. Это блюдо готовится очень быстро. И вы его можете приготовить прямо перед приходом гостей. Ингредиентов немного. Утиная грудка, вишня, апельсин, немного вина, крахмал и специи. В нашем случае соль, сахар и смесь перцев. Первым делом нужно замариновать мясо. И пока у нас есть 10 минут, приготовим соус. Для этого нужно выпарить десертное вино примерно до половины объема. А вот вишню нужно варить до состояния варенья. Затем добавить пол столовой ложки крахмала и влить вино. Приправить соус с щепоткой жгучего перца и соли, чтобы вкус раскрылся. Соус готов. Убираем его в сторону. И приступаем к жарке нашей грудки. Маргарита для этого использует гриль сковороду. Но можно и просто антипригарную, либо запечь в духовке. Чтобы мясо лучше прожарилось, его нужно поливать вытопившимся жиром и не забывать почаще переворачивать. В последнюю очередь можно заняться апельсином. Его нужно почистить, порезать на кружочки, посыпать сахаром и слегка обжарить. На все у нас ушло около 30 минут. Перед подачей грудку нужно порезать, положить апельсин и добавить немного соуса. Вот так за минимум времени с небольшим запасом продуктов вы сможете удивить даже самых привередливых гурманов. В таком виде можно подать блюдо на праздничный стол. Приятного аппетита! При подготовке праздничного меню ориентируйтесь на вкусы семьи, гостей и конечно же символа 2020 года. Крыса любит бобовый сыр и нежирное мясо, но не любит пафоса. Поэтому хозяйки могут не изощряться в приготовлении экзотических блюд. Подойдут самые простые. Главное, чтобы их было много. И самое важное, символ года предпочитает здоровую и свежую еду. Алена Ханкас, Бекарыгбаев, Новости МТРК.